Приветствую! Данное видео предназначено для тех граждан Украины, которые находятся за границей. Независимо от того, выехали они из Украины во время военного положения, либо же они выехали из Украины до введения военного положения. Для всех из них сейчас встал вопрос о обновлении данных. И у нас осталось не так много времени, чтобы закрыть этот вопрос. И сегодня мы разберемся со следующими моментами. Кто из граждан Украины, которые пребывают за границей, обязан обновить данные? Какие данные нужно обновлять? Какие способы обновления данных предусмотрены законным? И самое главное, что будет, если не обновить данные? Сможет ли человек получить консульские услуги? Сможет ли он получить паспорт? Сможет ли ТЦК и ИСП оштрафовать этого человека, даже с учетом того, что он не пребывает на территории Украины, а соответственно наложить арест на имущество такого человека, заблокировать его счета, ну и вообще распродать в итоге имущество с аукциона? Вот с этими вопросами мы сейчас и будем с вами разбираться. Итак, первый вопрос звучит так. Кто обязан обновить данные? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны с вами посмотреть закон 36.33. Это бывший законопроект 10.449. Ссылочка на него будет в описании к этому видео, чтобы вы с полным текстом смогли ознакомиться. И обращаю ваше внимание, что смотреть мы будем в первую очередь переходные положения, потому что именно там зафиксирована обязанность обновить данные. Итак, что мы с вами видим в переходных положениях? В переходных положениях мы с вами видим, что граждане Украины, которые пребывают на войсковом облике, обязаны протягом 60 дней дня набрания чинности этим законам, уточнить адресу проживания, номеры засобов в связи и адресы электронной почты и другие персональные данные. Какие ответы мы для себя получили? Первое. Кто обязан обновить данные? Те граждане Украины, которые пребывают на воинском учете. Соответственно, человек, который снят с воинского учета, либо исключен с воинского учета, не обязан обновлять данные. Какие данные должен человек обновить? Мы с вами видим, что здесь адрес проживания указан, здесь указаны номера способов связи, то есть номер телефона и адрес электронной почты в том случае, если она у вас есть. Итак, друзья, какой адрес указывать? Адрес нужно указывать фактический, по которому вы проживаете. Почему это важно? Потому что у вас коммуникация будет по этому адресу. И если, например, вам приходит повестка, то было бы неплохо хотя бы знать о том, что она вам пришла. Потому что если вы, например, укажете адрес в Украине, то туда придет повестка, вы не узнаете об этом, и у вас не будет времени на то, чтобы совершить какие-то действия, прежде чем вы попадете в розыск. Поэтому адрес нужно указывать фактический. Номер телефона украинский, либо заграничный. Какое указывать? Тот номер, который у вас активный. То есть вы можете указать абсолютно любой номер. Имейл. Все зависит от того, есть он у вас или нет. Хотите вы указывать или нет. Это на ваше усмотрение. Но здесь еще сказано, это инши персональные данные. А что это за инши персональные данные? А это ваша фамилия, имя, отчество, РНО КПП, то есть вот этот индивидуальный налоговый номер и дата рождения. Это то, что точно вы указываете. Почему? Потому что именно эти данные подтягиваются через резерв плюс. И, соответственно, их однозначно нужно будет указывать. Если вы выберете другой способ, то все равно эти данные, на мой взгляд, нужно будет указать, чтобы идентифицировать вас. ФИО, дата рождения и РНО КПП. Каким образом гражданин Украины, прибывающий за границей, может обновить данные? Чтобы ответить на этот вопрос, мы снова с вами смотрим переходные положения закона 36.33, все тот же пункт 2. Именно там указано три способа, которыми можно обновить данные. Способ первый. Электронная почта ТЦК ЕСП. Способ второй. Номер телефона ТЦК ЕСП. И способ третий. Электронный кабинет призывника военнообязанного резервиста. Вот три способа, которые есть. Теперь подробнее о каждом способе. Начнем с того способа, который наименее рекомендуемый. Это номер телефона. Объясню почему. Номер телефона вы должны взять на официальном сайте ТЦК ЕСП. И это первая сложность, с которой вы столкнетесь. Почему? Да потому что найти официальный сайт ТЦК ЕСП будет той еще задачей. А именно про официальный сайт ТЦК ЕСП, как вы видите сейчас на экране, указано в тексте закона. А это значит, что если вы берете номер телефона из какого-то другого источника, то возникает вопрос, а насколько достоверный этот номер. И формально, юридически, это уже не тот номер. Потому что закон назвал единственный источник, где можно взять этот номер. Официальный сайт ТЦК ЕСП. И если официального сайта не существует, то вам и номер телефона взять негде. Но даже если вы нашли и вы решили выбрать этот способ, то у вас, знаете, какая будет сложность? Доказать. Доказать, что вы обновили данные. Потому что даже если вы запишите разговор, даже если человек, с которым вы будете разговаривать, скажет, что да, я такой-то представитель ТЦК ЕСП, это может не рассматриваться как доказательство в суде. Почему? Да потому что вы же могли сами это все сгенерировать. И как это потом доказать? Понятно, что вину человека в административном правонарушении должны будут доказывать представители ТЦК ЕСП. Но, друзья, это сложно. Вот правда. Вы понимаете, что... А если что будет, если человек, с которым вы будете разговаривать, не представится? Вот он просто не назовет свое имя, должность, звание. Что тогда? Как мы идентифицируем, с кем мы разговаривали? Как суд сможет идентифицировать? И в этом плане, в плане того, что сложно доказать, что вы обновили данные, мне этот способ не нравится. Следующий способ, который более, скажем так, целесообразный, это имейл. Но сложность, опять же, найти имейл. Потому что в законе, опять же, сказано, что имейл нужно брать с официального сайта ТЦК ЕСП. И мы сейчас уже, вот те люди, которые говорят, что я там не хочу резерв устанавливать, дайте мне хоть какой-то имейл, мы даем имейл, который берем с сайта Министерства обороны Украины. И всех мы предупреждаем, что это еще не тот имейл. То есть это может быть тот самый, но принципиально здесь есть моменты, по которым ТЦК может вынести вам штраф и сказать, так он же не присылал данные. Вы скажете, так вот я присылал же на этот имейл. Вам скажут, а где ты его брал? На сайте Минобороны. Но здесь же указано в законе на сайте ТЦК ЕСП, и все. И вот здесь будет проблема. При этом, если вы нашли официальный сайт ТЦК ЕСП, и там есть электронная почта, вы можете отправить заявление о уточнении данных на этот сайт. Ой, на этот имейл. При этом, что писать в этом заявлении? В этом заявлении вы указываете вот те данные, которые вы должны обновить. Фамилия, имя, отчество, РНО КПП ваш, дата рождения, адрес проживания, номер телефона и ваша электронная почта. Вот эти данные вы должны передать. Если вы хотите какие-то другие данные им передать в дополнение к этому, пожалуйста. То есть, если у вас там, например, есть инвалидность, вы можете это указать. Если там у вашей супруги есть инвалидность, тоже можно это, в принципе, указывать. Но вот то, что обязательно, мы с вами проговорили. Ну и третий способ – это резерв плюс. Вот этот электронный кабинет призывника военнообязанного резервиста. Конечно, кто-то скажет, стоп, резерв плюс – это не электронный кабинет. Да, с точки зрения тех законов, которые мы с вами видим, мы не можем сказать, что резерв плюс – это электронный кабинет. Но государство об этом заявляет. И самое главное здесь, что уже консульства принимают резерв плюс. Уже есть случаи, подтвержденные, когда человек приходит в консульство, а консульство говорит – дай нам QR-код из резерва. То есть, государство признает резерв плюс как доказательство того, что человек обновил данные. И, соответственно, его можно так рассматривать. При этом хочу вас успокоить, что установка резерв плюс – это не означает, что вы получите туда электродную повестку. Даже если вы не установите резерв плюс, напомню, по постанове 560, даже без резерва плюс, даже без обновления данных, повестка может прийти на тот адрес, по которому вы зарегистрированы. И эта повестка будет считаться врученной. То есть, обновили вы данные, не обновили, установили резерв, не установили – повестка все равно может к вам прийти. Естественно, естественно, вы здесь можете сказать, а куда придет повестка, если я живу на временно оккупированной территории. Ну, там понятно, что там она никуда не придет. Да, ну, на ту территорию она не придет, это понятно. Это исключительный случай, поэтому, ну, что о нем говорить. Он выбивается из общего ряда случаев. С этим разобрались, теперь переходим к следующему вопросу. А что будет, если не обновить данные? Первое ограничение, с которым вы столкнетесь – это невозможность получить консульские услуги. Теперь в законе Украины о правовом режиме военного положения четко предусмотрено, что условием получения консульских услуг является обновление данных. При этом, обращаю ваше внимание, что если вы, например, там в сентябре месяце обратитесь за получением консульских услуг, и у вас на тот момент не будут обновлены данные, то вы сможете обновить данные именно в этот момент, в момент, когда вы обратились за получением консульских услуг, и, соответственно, их получить. То есть здесь сказать, что там полностью блокируются консульские услуги нельзя, но придется все равно рано или поздно обновить данные. Второй момент – штраф ТЦК. Сможет ли ТЦК вас оштрафовать и при каких условиях, с учетом того, что вы не пребываете в Украине? Да, сможет. Но в каких условиях? Есть только один единственный случай, при котором вы сможете получить штраф даже не приезжая на территорию Украины. ТЦК и ИСП каким-то образом узнают, где вы проживаете. Ну вот не знаю, ну кто-то ему сказал, где вы живете. Они отправляют вам уведомления о том, что в такой-то день будет составляться протокол о административном правонарушении, которое заключалось вне обновлений данных, и они вас приглашают на составление протокола и дальнейшее рассмотрение дела. Если вы принимаете это письмо, то, соответственно, вы, вернее, ТЦК получает возможность оштрафовать вас заочно, без вашего присутствия. Это один единственный случай, при котором это возможно. Собственно говоря, ограничение права управлять транспортным средством вас никоим образом не коснется, потому что надлежащего взаимодействия с нашими западными партнерами нет. Поэтому, собственно говоря, вот это и все последствия не обновления данных. Друзья, на этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезно, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал, ссылочка есть в описании к видео. Ну и традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.